Всем привет дорогие зрители, на связи обучающий канал IT-District. В сегодняшнем видео я вам расскажу, что вам потребуется и в каком порядке все это нужно выполнить, для того, чтобы вы создали свой сайт, и не важно какой это будет сайт лендинг, интернет-магазин или многостраничный сайт, вам нужно придерживаться этой стратегии. Итак, начинаем, но перед этим хочу вам напомнить. Если вы хотите научиться создавать самостоятельно, без навыков программирования, современные интернет-магазины, то вы можете пройти мой эксклюзивный курс. Если вы хотите овладеть техникой редактирования шаблонного дизайна тем WordPress, то также у меня имеется обучающий курс, на котором вы сможете научиться всему этому. Но если вам нужна моя помощь по созданию сайта, или вы в принципе хотите заказать его создание, то вы можете написать мне в личку. Все контакты для связи со мной есть в описании под видео. Итак, для того, чтобы создать ваш собственный сайт, вам в первую очередь нужен домен, а это адрес вашего сайта, по которому вас найдут ваши потенциальные клиенты. Что такое сайт? Сайт – это обычная папка с файлами. Для того, чтобы ваш сайт стал доступен, вам нужно где-то разместить эти файлы. Эти файлы размещаются на хостинг, то есть на специально отведенном пространстве. Таким образом, вам нужно подключить хостинг к вашему домену. Это все вы можете сделать там же, где и купите для себя домен. Выбирая хостинг, вам нужно обращать внимание на то, чтобы у вашего хостинга была поддержка такой технологии, как PHP. Очень часто возникает вопрос, где же купить домен и приобрести хостинг к нему. Выделяют, существует несколько таких главных хостинг-провайдеров. Но если мы говорим о России, то это Baggett, это RootCenter, это Regru, это Maghost. Вот основные, самые крупные игроки. У них вы можете совершенно спокойно приобретать домены и подключать хостинг. Также вам нужно будет обязательно... То есть, что вы делаете? Вы создаете себе адрес сайта, то есть домена имя. При создании вы вводите понравившееся вам домена имя, которое вам нужно, и вам отображает сервис. Есть ли такой сайт с этим доменным именем или нет? Если нет, то считайте, вам повезло, вы просто оформляете покупку данного домена. Если домена имя такое есть, то просто поиграйте с этим именем, попробуйте его немножко изменить или добавить символы до того момента, пока данное сочетание имени у вас будет свободным и также оформляете заказ. Далее вы покупаете хостинг, подключаете этот домен к хостингу. Это все делается на панели хостинг-провайдера. Это все очень доступно и понятно, если вы обращаетесь к одному из тех хостинг-провайдеров, о которых я вам рассказал. Если вас интересует иностранный хостинг-провайдер, то, по моему мнению, самым лучшим провайдером является Интерсервер. Это хостинг-провайдер, которым я и сам лично пользуюсь. И, честно говоря, я очень им доволен. Кстати говоря, ссылки на все хостинг-провайдеры будут в описании. Я не рекламирую этих провайдеров, это не партнерские программы. Вы можете сами увидеть, что эти ссылки не реферальные, они стандартные. Либо можете в Яндексе просто поискать сами. И после того, как вы установите домен, подключите хостинг, вам необходимо установить движок сайта. Из всего многообразия движков, самым популярным является WordPress. Его конкуренты далеко позади. По-моему, я точно не помню, но сейчас около 30 миллионов сайтов сделано на WordPress. Ближайший конкурент это Joomla, на котором сделано 3 миллиона сайтов. Поэтому, ну как бы тут все понятно. Вы берете и устанавливаете на ваш домен, ну или поддомен. То есть, смотрите, в рамках своего домена вы можете создать поддомены. То есть, допустим, вы продаете часы, но мужские и женские часы хотите продавать на разных сайтах. У вас с названием вашего магазина есть домен, допустим, shop.ru, да? И на двух разных сайтах вы продаете мужские и женские часы. Поэтому у вас один поддомен будет man.shop.ru, а второй поддомен woman.shop.ru. И вот в рамках одного домена вы можете иметь очень много сайтов. В зависимости от того, насколько вам это позволяет сделать ваше хостинг-подключение. Например, на ру-центре, по-моему, была возможность до 25 сайтов. При стандартном подключении, конечно же. В общем, а по деньгам где-то хост-домен обойдется вам в год 180 рублей в зоне ру, а хостинг примерно 350 рублей в месяц. Итак, смотрите, вы устанавливаете WordPress на ваш домен. Это все делает очень просто. За несколько кликов все современные хостинг-провайдеры поддерживают специальную панель, через которую вы можете установить вашу CMS WordPress. После того, как вы установили WordPress, очень важно сделать следующий шаг. Зайдите на вашем хостинг-провайдере в хостинг-панель и создайте почтовый домен. Просто бывают такие случаи, когда, если почтовый домен не создан, то, возможно, сайт WordPress не будет отправлять письма с сайта. Но это не всегда так получается, но бывают и такие случаи, поэтому обязательно это сделайте. После того, как вы все это сделали, вы заходите в панель редактирования вашего сайта, в так называемую консоль, и вам в первую очередь, что нужно сделать, это установить тему оформления WordPress, то есть тему макета, тему дизайна, то есть такую тему оформления, то есть по факту шаблон. Существует множество различных тем, ссылка на стандартный каталог WordPress с темами будет также в описании. Вы заходите и выбираете понравившуюся тему оформления и устанавливаете ее. Затем вам нужно установить все ваши, все необходимые плагины. Плагины это уже написанный готовый функционал под систему WordPress сайта, созданный на системе WordPress. К плагинам относятся, допустим, всплывающие кнопки, всплывающие окна, кнопки, различные формы отправки, различные формы и многое другое. Почти все, что вам будет необходимо реализовать, уже реализовано с помощью плагинов. После того, как вы все установили, вам необходимо перейти к настройке вашей темы оформления. Этот период занимает самое большое продолжительное время, вам просто нужно все настроить. Кстати говоря, если вы не знаете, как настраивать различные темы оформления, у меня на канале существует множество программ по созданию различных видов сайтов, будь то интернет-магазины, будь то классические сайты, будь то лендинг. Так что посмотрите на каталог с моими видео и выберите для себя подходящую программу. После того, как вы все настроили, вам нужно приступить к заполнению вашего сайта контентом. Причем нужно заполнять его контентом. И что я имею в виду под заполнением контентом? Это здесь интернет-магазин наполнения товарами, есть ли блок наполнения статьями. Это все нужно делать по стратегии SEO-продвижения. То есть вам нужно собрать все ключевики, например, на таком сервисе, как Wordstat Яндекс, ссылка на него будет в описании. Или если вы хотите продвигаться в Google, то на сервисе Google Тренды также вы подбираете все ключевые запросы. То есть это запросы, которые потенциально вводят ваши потенциальные клиенты. И вы в соответствии с этими запросами заполняете заголовки, как страниц, так и постов, так и товаров, описание этих товаров. Правильно внедряете в описание, в контент ваших статей, в контент ваших карточек товаров эти запросы. В этом вам могут помочь такие плагины, как и SEO самый популярный, и LLNSEO Pack. Также это довольно-таки популярный плагин. В общем, вам нужно... Но это такой же творческий процесс, он не прекращается ни на минуту. То есть этим вы должны или кто, нанятый вами сотрудник, должен заниматься постоянно, чтобы ваш сайт появился в топ поисковой выдачи, будь то Яндекс или будь то Google. Ну, в принципе, вот это краткая стратегия того, что зачем нужно делать. На следующем видео мы поговорим с вами о том, как правильно составлять техническое задание на создание сайта, как, что нужно знать, какой информацией нужно вам владеть как разработчику для того, чтобы создать сайт, или владеть, какой информацией нужно владеть вам как заказчику сайта, чтобы корректно заказать сайт, чтобы потом не возникало никаких проблем. Об этом мы поговорим в следующий раз. С вами был IT-District. Надеюсь, было полезно. Ставим лайки, подписываемся, кто не подписан. И до встречи на волнах наших эфиров.